В эфире городские новости в студии Юлия Кондратьева. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Пожароопасный сезон. Вслед за весенним паводком в Мордовии начались многочисленные пожары от пала сухой травы. Сквер подольских курсантов, возможно, именно его территория, будет благоустроена в следующем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вакцинация продолжается. В Саранске привиться от коронавирусной инфекции можно и в передвижном фельдшерско-акушерском пункте. В эти дни у пожарных в буквальном смысле горячая пора. Теплая погода, усиление ветра плюс человеческий фактор. Все это становится причиной возгорания сухой травы. О том, что поджигать сухостой, оттаивший после долгой зимы нельзя, каждый хоть раз слышал с детства. Но пожары продолжаются. А все потому, что кто-то решил бросить спичку в сухую траву. Спустя несколько дней после того, как в республике потеплело, регион охватили пожары. Так, с начала апреля по всей Мордовии более сотни возгораний сухой травы. К счастью, без жертв. 14 апреля в Николаевке произошел серьезный пожар, который очень быстро распространялся и почти добрался до домов. Мне позвонили, сказали, горит это поле от Мирной, посмотри. Я как в окно глянул, а тут уже сзади моего дома, можно сказать, горит. Ну, все, бросил, оделся и бежать с лопатой тушить. Что смогли, отбивали от лопатой, пока ждали пожарку. Хорошо, пожарная машина успела подъехать. Уже зашло в жилые дома и начало там гореть. Сотрудники главного управления МЧС ежедневно проводят рейды по выявлению нарушителей. Применяются серьезные штрафы. Но предотвратить пожары возможно только от сознательности граждан. Обращаем внимание, что соблюдая правила пожарной безопасности, мы совместными усилиями сможем снизить количество пожаров по причине сжигания сухой травы. Предотвратить огромные материальные потери и сохранить чью-то жизнь. Сотрудники полиции также проводят профилактические мероприятия и обходят дома с целью информирования граждан о наступлении пожароопасного периода. Полиция рекомендует гражданам воздержаться от разведения костров в лесных массивах и на прилегающих лесных территориях. Не выжигать сухую траву на полях, не производить бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. Не бросать горячие спички, окурки. Не разрешать детям баловаться со спичками, не позволять им сжигать траву. МВД по республике Мордовия обращается с просьбой гражданам своевременно информировать правоохранительные органы о возникновении пожара или ухудшении пожароопасной обстановки на территории города или района по телефону 8 834 2 47 77 71 или 102. С каждым годом на дорогах появляется все больше радаров и камер. Соответственно, больше становится и штрафов. В Мордовии продолжается восстановление функционирования системы фото-видеофиксации, комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, интеллектуальный безопасный регион. По результатам работы комплексов фото-видеофиксации за первые три месяца этого года возбуждено свыше 46 тысяч дел об административных правонарушениях. Сумма выписанных штрафов составила свыше 27 миллионов рублей. А это в 9,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот за неуплату штрафов в этот же период сотрудниками составлено 911 протоколов. О своих штрафах можно узнать на интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России, а также на портале Госуслуг. Жителям Саранска представлена возможность самим выбрать городскую территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – национального проекта «Жилье и городская среда». С 26 апреля стартует рейтинговое голосование. По его итогам будет объявлена одна из трех участвующих в заключительном туре конкурса территорий – бульвар Эрзи, набережная реки Саранки и сквер подольских курсантов на улице Гагарина Комарова в юго-западной части города. Планируется сделать очень много здесь, прежде всего это и асфальтное покрытие обновить, сделать новые лавочки, поставить новые урны, сделать современное хорошее освещение, поставить детскую площадку, поставить спортивную площадку. Если же сквер подольских курсантов как общественная территория победит в голосовании, то еще раз хочу сказать, что сквер подольских курсантов станет центром общения, центром притяжения и центром общественной жизни в юго-западном районе нашего города. Сквер подольских курсантов получил свое название в 1985 году, когда страна отмечала 40-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В сквере был установлен памятный знак в честь воинского подвига курсантов подольских училищ, защитников Москвы в 1941 году. В числе курсантов сражались юноши, присланные в училище с призывного пункта Саранска. Этот пункт тогда находился в районе нынешнего юго-запада. Отдать свой голос можно до 30 мая на сайте 13.городсреда.ру Переходим к информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. По сводкам оперативного штаба на 14 часов 15 апреля за минувшие сутки в Мордовии выявлено 35 случаев COVID-19. В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. Скончался мужчина 1949 года рождения. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция и сопутствующие осложнения. По данным на 15 апреля, 36 человек выписано с выздоровлением. Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. В Саранске ее можно сделать не только в поликлинике, но и в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, который несколько дней уже работает в разных районах города. Сегодня он принимал на Химаше на территории строительного гипермаркета. За короткий срок было много желающих, достаточно, и привилось уже 6 человек. Вакцинация проводится вообще в два компонента, то есть вводится в два компонента вакцины. Первый компонент – первый компонент, и через 21 день – второй компонент. Так что 6 числа здесь будет снова второй компонент, и вообще профилактическая работа. Ведется активно, мы будем достаточно часто проводить такую профилактическую работу на территории торговых центров. Прививку можно будет сделать 17 и 18 апреля на территории рынка Заречный. А 24 апреля мобильный пункт начнет работу на территории гипермаркета по адресу Волгоградская, 71. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет проводиться с 9 до 15 часов. При себе необходимо иметь медицинский полис и СНИЛС. Пришло время узнать, какой прогноз погоды подготовили синоптики на завтра. В пятницу 16 апреля в Саранске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Но будет тепло. Столбик термометра в ночное время опустится до отметки плюс 7 градусов. А вот днем максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Год назад, 16 апреля, в городе было пасмурно и плюс 5 градусов. Десять лет назад, в 2011 году, в этот же день, в Саранске тоже было пасмурно. Плюс 4 градуса по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Юлия Кондратьева. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова